У меня спустило колесо, приехала, доехала со школы, как раз только-только до этого, на аварийке, не знаю, что случилось, вот дяденьку смотрит. Вот смотрите, на запаске мы уже второй день. В общем, вчера думали, в субботу нам позвонят по поводу колеса, и сегодня думали, потому что они в воскресенье тоже работают, и ничего не звонят, в общем, так на запаске. Ну, мы не ездим, собственно, никуда, мы сейчас только недалеко куда-то, и, в общем, нужно менять колесо. Был прокол, знаете, вот где-то сбоку, вот в этом месте, да, ну, у того колеса, которое забрали, сняли, вот запаску поставили, и заказали новое колесо, потому что не могут они починить его, якобы вот в этом месте, если прокол, типа будет заплату постоянно вырывать, и это небезопасно. И, в общем, сказали, что нужно новое колесо, все вместе с работой, колесо и с доставкой будет 150 долларов. И что вы думаете, сегодня мы садимся в машину. Вот, и вот второе колесо у нас тоже спущено. Что такое за ерунда, мы уже даже, знаете, страшно подумать. Ну, опять, вот когда позвонят нам по поводу того колеса, будем смотреть, что с этим. Если это проколото, то это уже совсем не смешно, я даже не знаю, потому что мы же не в деревне, зимки находимся, чтобы кругом такие гвозди, да и, с другой стороны, не здесь проколото. Прокол-то, а прокол сбоку. Конечно, не хочется паранойю включать, но совсем это грустно, очень грустно. Представьте, мы из-за этого не можем ни работать, ни куда-то передвигаться. Как вы думаете, ваша версия происходящего, что могло случиться с нашими обоими колесами? С нашими колесами, в общем. Ой, не знаю, короче. Давайте ваши версии, пожалуйста, в комментариях. Оба колеса проколоты в городе, в приличном городе. Так что мне интересно ваше мнение.